Сегодня в утреннем эфире на Эйхе был Дмитрий Орешкин, которого я ценю и люблю, по-моему, его все ценят и любят. И как-то все больше и больше становится понятно вот эта вот история, которая произошла на саммите. Вот такая странная история, которая описывается так, что Соединенные Штаты Америки все равно боятся спровоцировать Российскую Федерацию на что-то. На развал с одной стороны, на какую-то дополнительную агрессию с другой стороны. Это Соединенные Штаты, это, так сказать, политическая сторона. А есть сторона и бизнес. Это Германия, которая все равно хочет иметь окно переговоров с Россией, которая воспринимает, что если будет приглашение в НАТО, то это окно захлопнется. И, кроме того, дадут по попе бизнес-круги из Германии, которые все равно продолжают торговать с Россией. Поэтому задача простая и очень ловко сформулирована. Украина, стой на месте. Мы тебе будем давать ровно столько, чтобы ты стояла на месте. Но не надо побеждать Россию. Не надо устраивать там хаос. Да, все больше и больше таких голосов. И все больше и больше и политиков, и влиятельного бизнеса, которые хотели бы, чтобы это все так осталось. Вот сегодня наши коллеги в прекрасном издании The Bell опубликовали очень интересное исследование про прибыль Кока-Колы в России, которая из России ушла и сравнили с прибылью швейцарской компании, по-моему, называется Батлер, которая пришла на место Кока-Колы и активно рекламируется на всех каналах и так далее, и так далее. Значит, обнаружилось, что Кока-Колю все посочувствовали, она укрепила репутацию и увеличила продажи в других местах, потому что все поспешили помочь бизнесу, который может из-за своей такой принципиальной позиции как-то потерпеть какие-то неудобства. А то, что вот эти самые конкуренты швейцарцы на 30% принадлежат Кока-Коле, и они уже распределили в 2022 год, это как-то никого не интересует. Это огромная реклама бюджета на всех федеральных каналах, это и Роспродаж и все такое. Ну вот она, вот она мораль. Я не говорю, что Кока-Колу американская компания какая-то, еще она транснациональная. Но бизнес, в общем, приспособился к ситуации. Рафайзер, банк не уходит из России. В четыре раза увеличилась прибыль за 2022 год. В четыре, в четыре. Кто ж оттуда уйдет добровольно? И к этой ситуации, да, бизнес приспособился. А приспосабливаться раз в год к чему-то ему совершенно не хочется. Вот завтра победит Украина. И что будет с Россией? Непонятно, неизвестно. Будет ли даже расти прибыль в четыре раза? Неизвестно. А вот так вот, вот так вот, вот. Все, зафиксируйте. Оставьте так. И то, что погибают по 20-30 мирных жителей каждый день. Ну, да, в Афганистане еще не такое было. Да, в Сирии. То, что боевые потери, небоевые потери. Ну, война, что поделать. Да, вот про войну. Прочитаю тебе просто информацию. Журналисты нашли 47 тысяч погибших на войне в данных Росстата и Реестра наследственных дел. Стата. На войне с Украиной погибли 47 тысяч мужчин в возрасте до 50 лет. Такую цифру получили Медуза и Медиазона на основе вот этих данных. Речь идет о периоде с 24 февраля по конец мая 23 года, то есть до начала контрнаступления Украины. Итого, на конец 22 года было получено примерно 25 тысяч избыточных смертей мужчин от 15 до 50 лет. А вот на конец, на 27 мая 23, к началу наступления в СССР, общее число погибших составило порядка 47 тысяч человек. Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, которая длилась 10 лет, и в 9 раз больше потерь российских федеральных войск в ходе первой чеченской кампании 94-96 годов. Вот такая вот история. Но при всем при этом я об этой цифре думаю несколько дней уже и понимаю, например, что вот практически 9 из 10 людей, с которыми я каждый день имею дело, то есть люди на зонах, если они погибают на войне, им никакой нотариус не нужен. У них нет ничего, и никто не собирается вступать в их наследство. То есть это вот люди совершенно не учтенные, они не могут быть учтены по нотариальной базе. Я тебе больше скажу, если я завтра погибу, например, меня тоже нельзя будет учесть по нотариальной базе, потому что у меня ничего нет. Только кошка, она к нотариусу не пойдет. Все, вот мои все, вот все закрученные, которые погибают в ЧВК «Вагнер», они все без родственников, у всех по 5-6 ходок, да, то есть ни кола, ни двора, ни зарплаты, ни личной карточки, ничего. Это все, это просто люди, которых перемололи и выбросили. Да. Усилие бы увеличило за счет людей, которым не надо к татариусу. Если я не ошибаюсь, сегодня день рождения Валерии Ильиничной Новодворской. Да. Скажи несколько слов об этой удивительной женщине, которую я обожал. И я скажу. Ну, сейчас даже как-то неуместно говорить, что Валерия Ильинична все это знала и все это предсказала, и все это понимала, к чему все это идет. Про это снято уже и фильмов много, снято очень много всего и сказано, и будет слишком общим местом. И я просто расскажу про нее такой вот, как анекдот на самом деле. Она мне рассказывала, как она села первый раз. Ей только-только исполнилось 18. Она выбросила листовки рукописные в дворце съездов, такие антикоммунистические. Сама написала на 7 ноября. Ее посадили, везли, по-моему, в Казань, если не ошибаюсь. Это был этап. И это был ее первый этап. И она была одна в купе, потому что женского этапа больше не было. И вот из всех женщин была она одна. И она мне говорит, Оля, я никогда не была хорошенькой. Но я была молоденькой. И ночью ко мне подошли конвоиры. Говорят, слушай, мне 18. Я ничего не знаю, чего они от меня хотят. Я говорю, сейчас понимаю, чего они от меня хотели. И они ко мне, значит, там чего-то. А я им сказала, прочь от меня, коммуняки! И, говорит, больше не подходили. Ну вот, она была веселая. Она же, на самом деле, рассказала очень хорошую историю. Она глубокая. Она вполне могла бы быть такой вот легендой. Но рассказанная ею, она превращалась в то, что очень хочется пересказать. И вроде бы как, ну да, ну анекдот. А на самом деле нет. Это и про принципиальность. И про умение сказать так, что два, в общем, озверевших человека, которым ничего бы за это не было, просто бы расхотели. Она умела. Она умела сделать по-любому. Она умела делать словом всё, что хочет. Вот всё, что хочет. И это слово было всегда очень точным. Всегда. С днём рождения, Валерия Ильинична! С днём рождения, Валерия Ильинична! Она приходила на эхо много. У меня много про неё воспоминаний. Как-нибудь. Значит, глава комитета Госдумы по обороне, Картополов, рассказал, где Суровикин. Мы же не знаем, где Суровикин. Да, он знает. Вот, давай посмотрим. Вы с Суровикиным случайно не общаетесь? С кем? С Суровикиным. А только разные слухи ходят. Где он? Нет. Он отдыхает сейчас пока. Недостный. Ну вот так. Отдыхает и... Да, что еще раз повтори. С Суровикина, сейчас я тебе скажу. Это опубликовал канал ЧВК ГПУ про секретный изолятор армейских ВИПов в Одинцово. И эта информация подтверждается госзакупками, проведенными военным судом. В общем, там достаточно интересная информация про эти госзакупки. И вот сейчас все заговорили о каком-то вот вип-изоляторе Водинцова. Но это точно так же, как кого-то спросили. А, ОНК Москвы, Мельникова, представитель ОНК Москвы, спросили журналисты, тоже про Суровикина, не находится ли он случайно в секретном СИЗО в Серебряном Бару. Он сказал, нет, что вы, что вы, никакого СИЗО в Серебряном Бару, конечно же, нет. С тех пор я уверена, конечно, что оно есть, разумеется. Ну, потому что я до этого не слышала ничего. Конечно же, его там нет. И там, безусловно, нет Суровикина. Оль, спасибо тебе большое за твои комментарии, за то, что нашла время с нами поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok